Долина Катманду образовалась около ста тысяч лет назад на месте завального подпрудного озера в результате катастрофического спуска воды после прорыва завала в ущелье Чобар. Происхождение долины издревле верно понимало местное население. Прорыв завала индуисты приписывают молниям Кришны, буддистское меньшинство Бодхисатви Манджури, с помощью волшебного меча. Буддистская версия гласит, что герой по имени Манджури прорубил волшебным огненным мечом брешь в горном хребте, запиравшем сток из озера, и тем самым осушил его. Индуисты же утверждают, что это был бог Кришна или Кришень, который с помощью грома и молнии прорубил узкое ущелье Чобар, через которое и вытекли воды озера. Как бы то ни было, ученые подтверждают, что долина Катманду действительно была в древности дном озера, прорвавшегося около ста тысяч лет назад на юг, именно через ущелье Чобар. Своямбу Пурана тоже описывает, как в доисторические времена долина Катманду представляла собой озеро, населенное нагами, привлекавшее множество великих святых и мастеров. История гласит, что Будда Бипас Витотхагата бросил в озеро некое божественное семя, и через 800 лет из него вырос прекрасный сияющий лотос с тысячей лепестков. В центре цветка лотоса сама собой возникла сверкающая ступа Своямбу, имеющая форму света. Ранее долина была известна как Своямбу, что означает «самосозданное». Название происходит от вечного самосуществующего пламени Своямбу, над которым позже и была построена ступа. Манджушри, находившийся в своей горной обители в Утайшане, в Китае, был привлечен светом, исходившим от ступы, и нанес визит в качестве ваджарного мастера Манджудевы. Очарованный этим зрелищем, он решил, что надо сделать это место более доступным для паломников. Преданные должны иметь свободный проход и возможность поклоняться самовозникшей ступе, а также, что долина может стать хорошим поселением. Решив это, он взял свой огненный меч и одним его взмахом разрубил горы и холмы, прорубив ущелье, через которое вода вытекла из озера, обнажив долину, в которой сейчас находится Катманду. Это ущелье носит название Чобар, его можно посетить и сегодня. А также, уничтожив леса Курува, Чабаха, Сурьякхат и Гокарна, основал город, сделал Дхармакара своим царем и прославил город как Манджупатан. Лотос превратился в холм, а цветок стал ступой. Манджу Шри, в переводе с санскрита «Великолепная слава». Манджу Гоша, прелестный голос. Манджу Надха, прекрасный заступник. Буддизви Махаяна и Ваджраяны, он Бодхисаттва, хранитель рая на востоке. Легендарный сподвижник Будды Гаутамы. Манджу Шри, проводник и учитель Будды прошлого. И духовный отец Бодхисаттв. Ученые определили Манджу Шри, как старейшего и наиболее значимого из Буддисаттв. Согласно Махаянской традиции, Манджу Шри, 70 мириад кальп тому назад, был благочестивым королем в одной Буддхо-шетре, в переводе с санскрита «Поле» или «Страна Будды», которая находится на востоке. Причем, между этим миром и нашим 7200 миллиардов миров. Он поднял дух просветления и решил быть Буддхисаттвой в сансаре до тех пор, пока не останется ни одного живого существа, нуждающегося в спасении. В индуизме кальпа – это один день из жизни бога Брахмы, продолжающийся 4 миллиарда 320 миллионов лет. Мириада – это греческое число, обозначающее 10 тысяч. Манджу Шри родился 70 мириад кальп тому назад. 10 тысяч умножаем на 70, получаем 700 тысяч, умножаем на 4 миллиарда 320 миллионов. И в переводе на наши числа возраст Манджу Шри составит 3 квадриллиона 24 триллиона лет. Этот легендарный героический персонаж также находит свое отражение в буддизме Ваджраяны, в буддийских культурах в Китае, Непале, Индонезии, Тибете и других местах. Бодхисатва Манджури, Манджу Шри, Манчу, Майкл, Мишель, Микаэль, Михаил. Много веков спустя, во времена Будды Кашьяпы, индийский царь Прочанда Дева покинул свое царство Гауда на востоке и отправился в своя Мбунат, где принял посвящение под именем Шанта Шри, обеспокоенный ущербом, который люди этого болезненного, деградирующего мира могут нанести такому священному месту, Шанта Шри решил, что он должен защитить ступу. Он покрыл первоначальную ступу камнем, а над ним построил другую из кирпичей. Так возникла ступа, какой мы видим ее сегодня. Согласно Пема Катангу, гуру Ринпоче встретил Шакья Девю в своем Бунате и позже спрятал здесь множество сокровищ Терма. До сих пор ведутся споры о том, когда же появился изначальный храм. На сегодняшний момент принято считать, что нынешняя ступа была построена царем Врисадевой около 1400 лет назад. Похоже, это действительно подтверждается найденной на этом месте поврежденной каменной надписью, которая указывает на то, что царь Врисадева приказал провести тут работы в 640 году н.э. Однако, Своямбу Пурана утверждает, что сам царь Ашока посетил это место еще в III веке до н.э. и построил на холме храм, который позже, однако, был разрушен. Во второй главе Своямбу Пураны, как ответ на вопрос Бодисаттвы Майтреи, когда появился Своямбу над Лотосом, посаженным Бипасва Тадхагатой, Багаван Шакьямуни ответил, что Своямбу возник во времена Будды Шитхи, одного из семи Будд прошлого, который, в свою очередь, прожил 70 тысяч лет. На вопрос Майтреи о том, когда были созданы места паломничества уже после основания города, Шакьямуни Багаван ответил, в то время, когда человеческое существо прожило 40 тысяч лет. Это письмо было отправлено старому ученику через несколько недель после того, как у Ринпоче случился инсульт, когда он был в Австралии в 2011 году. Своямбу над невероятен, самый драгоценный. Ничего подобного не существует в мире. В тибетском тексте Канг-Юр, в частности, упоминается гора под названием Лангри-Руден, куда пришел Будда и предсказал, что Катманду будет наполнен водой, как озеро, и хрустальная ступа, не рукотворная, а проявление Дхармакайи, появится в озере. Будда действительно упомянул об этом в тексте. Будда предсказал это в тексте. Это невероятно. Много лет назад я приказал перевести этот текст на непальский язык, чтобы предложить его королю и всем министрам, но этого не произошло, потому что я не знал, как предложить его напрямую. В тексте хрустальная ступа была засыпана землей, а затем превратилась в гору Своямбунат. Наверху находится ступа. Когда Падма Самбхава приехал из Тибета, он построил ее позже. Подробности не помню, но в тексте упоминается эта история. Я также встретил непальца, который сказал, что внутри Своямбуната есть еще одна ступа. И кто-то приехал из Индии и пытался ее найти, но не смог. У меня есть новый текст о Своямбунате, у которого совсем другая история. В Китае есть похожая история, рассказанная Дхакпо Ринпоче, моим гуру, давшим множество посвящений разным ламам, геше, многим линиям передачи, которых его святейшество Далай-лама просил передать Лингу Ринпоче. Дхакпо Ринпоче сказал, что в Китае есть похожая история, но он не думает, что это та же самая история. Так что вам не обязательно верить каждой истории, вы должны их изучить. На сегодняшний момент только тот, кто обладает всеведущим умом или ясновидением, кто может видеть много тысяч лет назад, может действительно знать и рассказать вам правду о ступах. С большой любовью и молитвами за вас, за себя, за вашу жену и собаку. Приветствую всех, сейчас нас менее чем за 300 рублей отвезут в Своямбунан Тэмпл, а я вам по дороге буду рассказывать, показывать Непал, всякие улочки и гетто, и рассказывать, что это за храм, какие там дела творятся и зачем мы туда едем. Индуистский бог Индра сражался с неким демоном, и этот демон был настолько силен, настолько прошаренный в своей медитации, настолько он хорошо знал все эти ситки и магию, что даже Индра не мог его победить. Согласно Деве-багавата Пуране, Твастер Праджапатти питал глубокую ненависть к Индре, царю Девов. Он совершил аскезу, чтобы родить ребенка по имени Вишварупа, целью которого было убить Индру. Ребенок вырос и стал Риши, а поскольку его мать Рачана была Даитьей, он свободно общался с Асурами. Даитья – раса Асуров в индуистской мифологии, происходящая от Кашьяпы и его жены Дити. Все они захватили землю и потребовали победы над тремя аватарами Вишну. Индра посчитал это кощунственным и тут же уничтожил три головы Вишварупы. Разъяренный потерей своего сына, Твастер сжигал подношения и читал заклинания из Адхар-Ваведы в течение восьми дней подряд, пока перед ним не появился сын по имени Вритра, которому было поручено убить Индру. Асуры – существа в индийских религиях. Их описывают как ищущих власти демонов, родственных более доброжелательным Девам, также известным как Суры. В буддийском контексте это слово иногда переводится как Титан, полубог или антибог. Согласно индуистским писаниям, асуры постоянно боятся Девов. Асуры описываются в индийских текстах как могущественные, сверхчеловеческие полубоги с хорошими или плохими качествами. В ранней ведической литературе добрые асуры называются Аддитьями и возглавляются Варуной, тогда как злонамеренные называются Данавами и возглавляются Вритрой. В самом раннем слое ведических текстов Агни, Индра и другие боги также называются асурами, в том смысле, что они являются господинами своих владений, знаний и способностей. В более поздних ведических и пост-ведических текстах доброжелательные боги называются Девами. В то время как злобные асуры соревнуются с этими Девами и считаются врагами богов. Индра и его Девы вели войну с Вритрой и асурами и потерпели поражение. Девы отправились искать помощи Вишну. Вишну открыл Индре, что только оружие, сделанное из грома содержащих костей мудреца Датхичи, может убить Вритру. Поэтому Индра и другие Девы пошли к мудрецу и попросили его помочь победить Вритру. Датхичи согласился на просьбу Девов, но сказал, что ему хотелось бы успеть совершить паломничество ко всем священным рекам, прежде чем он отдаст за них свою жизнь. Тогда Индра ненадолго изменил направление всех священных рек и собрал их воду в святом лесу Наймишаранье, тем самым позволив мудрецу исполнить его желание без дальнейшей потери времени на совершение паломничества ко всем святым рекам. Затем Датхичи вошел в состояние глубокой медитации и высвободил свою жизненную силу из своего тела. Его кости были использованы для изготовления ваджры, которая будет использована для убийства Вритры. Ваджра это орудие бога Индры, которое мечет молнии. В переводе с санскрита ваджра это значит алмаз и молния. То есть она как бы разрушает или изменяет все, но сама при этом остается неизменной, не разрушенной, не тронутой. Также символизирует мужское начало. Маленькая ваджра, вот я вам сейчас покажу. Вот. Вот это вот ваджра. Вот. В миниатюре. И в общем у нее лепестки были открыты, когда она была в боевом положении. И значит бог Индра с ее помощью просто легко одолел и испепелил этого демона. После этого он сбросил эту ваджру с неба Будде, чтобы уже Будда там дальше присматривал за вот этим вот оружием. А Будда что сделал? Будда увидел, что концы ваджры открыты. И он решил зарыть в общем топор войны. Вот. Будда решил закрыть лепестки ваджры, чтобы она превратилась из вот оружия, так сказать, в скипетр. Только мирным целям служила. И закрыл их вот в такую вот форму. Такая же точно ваджра, только большая, лежит на входе в храме Своямбунад. Вот. Под этим храмом существует некое запретное подземелье, называемое Шантипур. Имя одного монаха, который, значит, зашел в это подземелье и промедитировал там, ну, как вот говорят монахи, что-то полторы тысячи лет он там сидел. Он сказал, я буду отсюда только тогда, когда не останется буддистом в долине Кагманду. И говорит, я буду там сидеть, чтобы цари, короли ко мне приходили, когда, ну, в трудные времена, короче, за советом, за помощью. А я буду там все это время сидеть и преисполняться, и медитировать, в общем. То есть, значит, да, действительно, однажды, по легенде, один король зашел к нему туда. Да, и он, значит, искал власть, он искал божественное оружие, чтобы победить в войне с другим королем ради своих корыстных целей. И он сошел с ума. Другой король, который зашел во время Великой Засухи, чтобы вызвать дождь как-то, вот, помочь с голодом, он получил мандалу от этого монаха, и все было отлично. Вот он вышел с этой мандала из подземелья, с ума не сошел, и сразу пошел дождь. Существует другая версия этой легенды, где датхичи попросили охранять оружие дэвов, поскольку они не могли сравниться с тайными искусствами, которые использовали асуры для его получения. Говорят, что датхичи выполнял эту задачу очень долго, и, наконец, устав от работы, растворил оружие в священной воде, которую затем выпил. Дэвы вернулись через некоторое время и попросили его вернуть их оружие, чтобы они могли победить асуров во главе с Вритрой раз и навсегда. Датхичи, однако, рассказал им о том, что он сделал, и сообщил, что их оружие теперь стало частью его костей. Понимая, что его кости – единственный способ, с помощью которого дэвы могли победить асуров, он добровольно отдал свою жизнь в яме мистического пламени, которое он вызвал силой своих аскез. Затем говорят, что Вишва Карман, божество-ремесленник и божественный архитектор дэвов, создал большое количество оружия из костей датхичи, в том числе ваджра-юдху, которая была вылеплена из его позвоночника. Затем говорят, что дэвы победили асуров, используя созданное таким образом оружие. Кто же такой датхичи? Шива Пурана изображает мудреца как друга великолепного царя Кшувы, великолепного преданного Вишну. Однако, они были втянуты в спор о превосходстве брахманов над королями. Возмущенные тем, что царь выразил мнение, противоречащее писаниям, датхичи ударил царя левым кулаком по голове. В отместку царь использовал ваджру, чтобы уничтожить мудреца. Мудрец вспомнил Шукру, своего предка и рассказчика этой легенды, который использовал свои йогические способности, чтобы восстановить конечности датхичи, и научил его Махамрит Юнджая мантре, чтобы умилостивить Шиву. Умиротворенное божество предлагало мудрецу любое благо по его выбору, и датхичи желал трех – неразрушимых костей, бессмертия и свободы от страданий. Получив эти блага, датхичи пнул короля пяткой и тогда к Шуву обратился к Вишну с просьбой благословить и его на победу. Вишну принял облик Брамина и предстал перед датхичи, прося мудреца даровать ему благо. Датхичи разглядел облик Вишны и пожелал узнать, с какой целью божество посетило его. Его попросили заключить мир с королем. Датхичи со смехом отказался, что разозлило Вишну. Божество-хранитель призвало Индру и Девов, которые напали на мудреца, но их доблесть оказалась тщетной. Из-за защиты мудреца Шивой, мудрец использовал несколько стеблей травы Куша против божеств, которые превратились в Тришулу, отпугнув всех, кроме Вишну. Тогда король предложил свою капитуляцию. Мудрец еще раз подтвердил, что брахманы превосходят королей. Он проклял Индру и всех Девов быть уничтоженными Шивой, что и исполнилось, когда они посетят Яджину Дакши. Датхичи фигурирует во многих индуистских текстах и иногда изображается с головой лошади. Согласно Ригведе, когда Датхичи жил на Девалоке, он заметил, что земля населена многочисленными асурами. Он призвал Индру уничтожить их и для этого предложил ему голову лошади, которую он нашел в озере в стране Шаранье. Используя кости, взятые из головы лошади, они вдвоем уничтожили несколько асуров. В вариации этой легенды, представленной в Джаймине Брахмане, Девы, как говорят, отказались даровать Ашвавиру мантру Вет близнецам Ашвини, индуистским богам-близнецам, связанным с медициной и здоровьем, рассветом и наукой. Девы заявили, что наложили запрет, и голова того, кто раскроет тайну этой мантры близнецам, разлетится на тысячу кусков. Доктора-близнецы разыскали мудреца Датхичи, который предложил раскрыть эту мантру. Он только попросил, чтобы Ашвины заменили ему голову лошадиной, когда он пожнет последствия проклятия. Обучив их мантре, голова мудреца лопнула, и близнецы выполнили его просьбу, поместив лошадиную голову на его тело и тем самым вернули ему жизнь. Датхичи был не единственным потерпевшим йогическим практиком, пострадавшим от взрыва головы в индуизме. Судя по текстам, это весьма распространенный способ божественной кары, или последствия нарушения священной клятвы, которую нельзя нарушить. Подобное случилось с Бодхисатвой Великого Сострадания Авалакитешварой. В Индии он известен как Авалакитешвара. Это его первоначальное санскритское имя. В Китае как Гуаньинь, в Японии как Каннон, в Тибете как Ченризик, в Монголии и России как Ария Бола или Ханшим. В свое время Авалакитешвара, дитя Будды Бесконечного Света, впервые увидел страдания людей и заплакал, породив богиню Тару из своей слезы. Тогда Авалакитешвара дал священную клятву, которую нельзя нарушить. Он поклялся остановить страдания всех живых существ во всех мирах и спасти всех способных чувствовать от пут сансары. Он также поклялся, что не станет достигать Нирваны и впадать в состояние Будды до тех пор, пока не спасет всех остальных. И сказал, если я изменю свое решение, если я остановлюсь, если я только хотя бы начну колебаться, пока не закончу работу, то разорвется голова моя на 11 частей, и пусть тогда погибну я. Он отправился на самую ужасную из адских планет и принялся за работу, поочередно очищая мир за миром от страдания и зла, от самого ужасного мира к самому прекрасному. Очистив несколько адских планет, Авалакитешвара на мгновение оглянулся и увидел, что только что очищенные им адские миры нескончаемого страдания снова заполняются свежими душами, так как он не успевает очищать вселенную от страдания быстрее, чем души стремятся в ад в результате своих действий. Тогда он на секунду подумал, что завершить его миссию, пожалуй, невозможно, и точно же его разорвало на куски, а голова его разлетелась на 11 частей. Будда Амитабха и Бодисатва Ваджрапани, видя все это, решили восстановить тело Авалакитешвары, придав ему новую форму с тысячей рук и одиннадцатью головами, и оживили его. В таком виде Авалакитешвара, великий сострадающий, обрел невероятную мощь и продолжил делать свое дело, сострадая и помогая всем живым существам. По легенде, во времена правления царя Якшья Малы, вместе под названием Кантипури, люди купались в священной реке и посещали свои амбунат, что после смерти приводило их на небеса. И однажды Ямрадж, бог смерти, осознал силу своей амбуната и посетил святой храм. По возвращении из храма он был схвачен царем Якшья Маллой и его тантрическими гуру. Царь потребовал у бога бессмертия в обмен на свободу. Бог смерти Ямрадж не хотел соглашаться на этот обед и давать бессмертие такому человеку. Это бы вызвало катастрофические последствия и для мира, и для него. Ощутив безвыходность положения и страдания, Ямрадж обратился за помощью к Арье Авалакитешвару, Сетта Машиндранадху, с просьбой прийти и освободить его. Авалакитешвара услышал его просьбу и тотчас же явился из ниоткуда, вынырнув из-под воды и взмыл в небо. Во мгновение ока он легко одолел царя, а также всех его гуру и подданных, удерживающих Ямраджа, и легко отнял бога смерти у людей. Затем он приказал королю построить храм там, где встречаются реки Калмати и Багмати, и организовать к процессию колесниц, чтобы бог мог посетить людей и благословить их счастьем и долгой жизнью. Царь был поражен могуществом этого существа, осознал свои ошибки, покаялся и был на все согласен. Авалакитешвара повелел царю построить храм, забрал бога смерти и исчез. Так появился храм Сетта Машиндранадх. Продолжение следует...